всем всем добрый день сегодня я решила провести этот прямой эфир не показывая себя показывает то чудесное место в котором мы сегодня оказались с моим любимым мужем вот посмотрите пожалуйста что видно с нашего номера в этом видео я хочу поговорить о разнице менталитетов сегодня у нас был непростой перелет такой ночной затянувшийся краснодар стамбул стамбул милан аэропорт мальпенса и из милана здравствуйте здравствуйте из милана мы добрались в швейцарию в район тичина тичина я поясню это район швейцарии кантон швейцарии где люди говорят на итальянском языке сейчас здесь бы сам покажу как тут все миленько аккуратненько и сам даже сам собственник отеля поливает вот видите с леечкой ходит и получается так что здесь все занимаются всем и так что характерно для этого региона и что вообще характерно для европы где я была что мне нравится сейчас с вами поделюсь мне нравится и так мне нравится то что здесь вся семья здравствуйте здравствуйте вся семья занимается всем то есть нет такого разделения у них очень как бы здесь приветствуется семейный бизнес и он передается с поколения в поколение да сейчас смотрите какой шикарный вид я повторю это район тичина тичина как они говорят это называется деревня интранья пишется интрана но читается интранья интранья вот такое здесь кафешка такое кафе вот видите здесь швейцарский флаг и еще скорее всего флаг района тичина я еще точно не знаю только что мы недавно приехали и я это уточню ну в общем наслаждайтесь этим прекрасным местом здесь растут пальмы березы и елки да и так что характерно для этого региона здесь все занимаются всем то есть клановость преемственность поколения это конечно поражает это удивляет и это приятно очень но приятно удивляет и даже задается вопрос почему у нас этого нет да почему так не заведено чтобы у каждой семьи был какой-то бизнес который будет передаваться из поколения в поколение да вот допустим регионы вот такие деревеньки да то есть горные районы лесные районы здесь семьи летом пасут кровь представляете и собирают молоко сдают его фермерам или я не знаю как но то есть эти все сыры они из местного молока все это местного производства люди занимаются семьями да и точно так же когда нет сезона осенью либо зимой когда уже коровы не пасутся и не дают такое количество молока семьи переходит на мануфактуры что это значит здесь очень популярна производство мануфактура часов вы знаете швейцарские часы они известны по всему миру как самое лучшее самые точные самые самые такие престижные до часики так вот швейцарские часы их представьте тоже механизмы изготавливают семьями да то есть это клановость преемственность поколений происходило это так допустим какая-то семья она из поколения поколения допустим делала изготовляла изготавливала какой-то определенный механизм до проходит годы тысячелетия или тысячелетия извините годы десятилетия столетия столетия а семья продолжает выполнять именно этот механизм представляете как это круто то что бы ни случилось у кого-то кризис у кого-то дефолт у кого-то еще что-то а эта семья знает что она сто лет назад дело какой-то определенный часовой механизм и сто лет после будет делать этот же часовой механизм вот эта стабильность швейцарская она конечно поражает она удивляет именно поэтому здесь такая дороговизна могу сказать что цены на все раз в пять дороже чем в россии да но это не удивительно здесь тихо спокойно жизнь такая разноразмеренная самолет или вертолет наверно лететь сейчас я вам покажу не видно да проветел очень быстро это конечно очень-очень удивляет приятно радует вот именно этот момент преемственность поколения это клановость это создание чего-то это мануфактура это стабильность это семейственность да у нас конечно этого нет даже если чем-то занимается чем-то занимаются родители правило дети протестуют и говорят что мы не хотим этим же самым заниматься мы хотим чем-то своим из того чтобы взять на вооружение все что уже накоплено годами весь этот опыт весь эти знания как правило покупать какие-то инструменты даже станки и так далее да то есть дети у нас бунтует и не хотят не хотят традиционно поддерживать какую-то профессиональную деятельность своих родителей но в этом как бы есть плюсы и минусы это конечно не нам решать но находясь здесь швейцарии я вижу как это круто что рассказывают местное население как они этим восхищаются как они этим живут как они этим зарабатывают они представьте они очень круто зарабатывать зарабатывается семья сели зимой сделали часики налепили этих механизмов точных то пришел какой-то поставщик собрал эти механизмы собрал в одну какую-то конструкцию собрал в часы все продали в магазинах люди всегда стабильно имеют свой доход ну разве это неплохо это шикарно я конечно извиняюсь вау как это круто когда-то гулиска летит вертолет что очень и очень темно хотя в реальности не так темно я даже не понимаю почему так снимает сегодня моя камера но вот вероятно из-за того что дождик прошел и гроза вот постояльцы отеля они приходят поднимаются будут располагаться что будет происходить дальше я буду вам рассказывать буду рассказывать про уклад жизни швейцарии а также в италии каких-то ее это приехал то и отдельных частях потому что вы знаете что итальянская часть швейцарии намного сильно отличается от французской части а также очень сильно отличается от немецкой части все это абсолютно разное люди живут здесь по-разному и говорят на совершенно разных языках вот наверное на сегодня я буду заканчивать вероятно я еще включусь в эфир для того чтобы показать вам что-нибудь хорошенькое и красивенькое я конечно на многие годы влюблена наверное уже пожизненно здравствуйте здравствуйте катерина я влюблена в эту страну я влюблена в швейцарию я здесь уже третий раз мне посчастливилось так вот судьба меня закидывает я обожаю швейцарию но в этот раз я впервые в итальянской части здравствуйте здравствуйте но вот так получилось что сегодня мы прибыли в милан особенно никому не говорили об этом так у нас вроде бы спонтанно вроде бы запланирована эта поездка получилось все что тут будет происходить я буду вам рассказывать по мере возможности до запланирована у нас очень много поездок сегодня мы посетили деревушку беллинзоне проехались по озеру кома это итальянская часть да это в италии частично частично в швейцарии здесь есть что посмотреть очень много интересных мест и конечно плюс в том что здесь не так многолюдно как в италии швейцарии конечно как-то и людей поменьше и машин ну вероятно и ценник как бы влияет очень сильно но вы увидите какой шикарный вид горы горы еще раз горы здесь есть пляж который скорее всего бы либо сегодня вечером либо завтра утром уже посетим и много чего интересного так что дорогие мои всех вас люблю и до новых встреч в эфире с вами была я эльвира и медлянчикова пока пока в эфире